Рапорт номер 230. Странная гибель птиц по всему городу. Тела мертвых птиц на улицах города и в парках. В особо опасных районах сообщают о тысячах тел, в то время как в остальных районах тел очень мало. Продолжение следует... Продолжение следует... Привет, Итан. Кто ты? Что происходит? Успокойся. Меня зовут Малькер Банхор. Я был другом твоего отца. Да, я помню тебя. Много времени прошло, но почему ты здесь? Прошлой ночью. Ну, я был рядом. Неудачная сцена. Ты сделал всё, что мог, но это не помогло. Детективы. Они мертвы. Застрелены из твоего пистолета. И тебя обвинят в их смерти. Это смешно. Я просто расскажу им... Что? Расскажешь им правду? Они уже определили для себя правду. Это безумие. Я не могу просто так бросить бюро. Его уже у тебя собрали. Присоединяйся ко мне и помоги себе. Открывайте это, полиция! Чёрт! Бери свою сумку и отправляйся на станцию метро. Встретимся позже. Агент Томас, мы знаем, что вы здесь. Открывайте сейчас же. Итан, ты должен верить мне. Я здесь, чтобы помочь. Теперь иди. Вы слышите этот разговор, да? Можно, конечно, читать по субтитрам. Чувак говорит, что меня, типа, тут не было. Ребятка, ничего, всем здорова. Второй уровень, ну или вторая глава, как кому больше нравится, называете. Игрушки Condemned Criminal Origins. Играем мы за вот этого нашего детектива. Томас, давай, как вам его зовут? Мне память не изменяет, сильно не вникал. Имя вообще, имена запомнить для меня это проблема. Короче, нашего красавчика подставили. Жёстко подставили, очень жёстко подставили. И теперь ему придётся как-то, как-то выживать. И параллельно с этим искать доказательства своей невиновности, да? Всё правильно. Просто если он это не найдёт, его рано или поздно по-любому поймают. Ну и засадят, надолго засадят, очень надолго. За решётку он проведёт, может быть, даже остаток жизни. Так что, ничего не остаётся, как искать улики, доказывающие, опять же повторюсь, невиновность нашего главного героя. Так, а мы спускаемся на станцию метро, я так понял. Окей. Сколько тут ещё отморозков будет, тоже непонятно, неизвестно. Так, что прибор сбора? Нажмите, чтобы приготовить прибор и собрать улики. Так. А вот как раз таки и собираем улики. Получай изображение. Ты везунчик, Томас. Хорошо, хоть эта девка нам помогает. Слава богу, я думал, что они закрыли мой доступ к лаборатории. Они всё ещё могут, они не знают ничего. Я не убивал тех парней. Я знаю, Томас. Ну, я не уверена, что знаю или не знаю, но я уверена, что всё ещё тебе доверяю. И так будет дальше. Понял. Так что насчёт фотографий? Не будем церемониться, да? Хм. Это изображение тебя, Томас, в твоей квартире. Я запомнила эту ужасную сафу ещё в прошлое Рождество. Похоже, что снимки были сделаны с другой стороны аллеи. Прямо со станции метро? Похоже, что да. Я также вижу гляксы на фотографиях. Найти хороший образец и перешли его мне. Так, найти хороший образец жидкости, обнаруженный на фотографиях. Интересно, что это за жидкость-то? Так, а вот как раз эта хрень, которая мне поможет обнаружить жидкость. Крысы прямиком прибежали из фир. 100% те же самые, а? Бляха-муха. Плохая арматура. Ага, вот как раз такие гляксы. Так, есть. Прямо так сразу. Подожди, эти снимки были проявлены здесь, где-то на станции? Я думаю, что да. Так, найдите комнату, где были проявлены фотографии. Интересно, где тут на станции, извиняюсь, проявочная для фотографий. Блях, прям интересно. Так. Ах ты, тварь. Блях, вот это жёстко он меня придавил. Охереть, как жёстко. Да. Малькан Вольхор. И опять я забыл сохраниться. Ну что ж такое? Чтобы сразу взял бы вот эту трубу. Да и всё. Это ребята, кстати, показывают, как меня фоткают. Неудачно стал. Теперь удачно. Слава богу, я думал, что они закрыли мой доступ к лаборатории. Сейчас всё-таки надо с ней поболтать. Они не знают ничего. Я не убивал тех парней. Я знаю, Томас. Ну, я не уверена, что знаю или не знаю. Но я уверена, что всё ещё тебе доверяю. И так будет дальше. Понял. Так что насчёт фотографий? Не будем церемониться, да? Хм. Это изображение тебя, Томас. В твоей квартире. Я запомнила эту ужасную сафу ещё в прошлое Рождество. Похоже, что снимки были сделаны с другой стороны аллеи. Прямо со станции метро? Похоже, что да. Я также вижу гляксы на фотографиях. Найти хороший образец и перешли его мне. Так. Гребаный наркоман. Как же он меня вынес так быстро? Гребаный наркоман. Гребаный наркоман. Показать. Хорошо. Определяю химический состав. Давай быстрее глядь. Гребаный наркоман. Жидкость это Си-41 цветной проявитель для фотографии. Используется фотографами-энтузиастами для проявления цветных снимков. Это безопасно. Никаких данных не остаётся в фотоматах. Подожди. Эти снимки были проявлены здесь. Где-то на станции. Я думаю, что да. Так, отлично. Так. Готовчинка. Вот теперь уже готовчинка. Нет, всё-таки труба. Поскоростнее будет. Так. Что-то я пока не врублюсь. Куда сейчас идти? Ааа, ломик, ломик. Нужен ломик против. Лома нет приема. Отворяй ворота. Давай, иди сюда, придурок. Вдохни. Что ты, блядь? Ладно. Всё-таки на ломик мы возьмём. Тебе пиздец! Блядь! Сука! Так, обоих вынес. Этот как-то сам по себе, по-моему, сдох. Ладно. Жёстко было, но мы справились. Так. А, это такая же труба, да? Я так понимаю, здесь износа... Такого нет. Именно для оружия. Но это хорошо. Это нам даёт плюс. Ооо, знакомые чипсы! Ой, блядь, знакомые, пипец! Ну, вы понимаете, да? Так, у меня три патрончика. Нормуль, нормуль. Очень даже. Я думаю, многие понимают, что это за чипсы. А где они, кстати? Пропали, да? С первого фирма. Это чипсы. Эк, жирно же ел. Жирно, толстый. Не важно. Ну, именно он их и ел. Так, тут ничего. Здесь мы были. Здесь мы... Здесь мы не были. Тут ничего интересного нет. Ну, только голубь долбанный. И всё. Так, ладно. Let's go. Хоть и три патрона всего-навсего у меня, но... Тем не менее. Так, что у нас тут? Шкафчики, шкафчики. Ничего у них нет. И так далее, наверх. Целиться надо стараться исключительно в голову. Это Томас. Это Вангхор. Молчи и слушай. У меня мало времени. Полиция сейчас обыскивает или, точнее, разрушает твою квартиру. Похоже, они не верят в твою невиновность. Но я невиновен. Вот так вот есть, конечно, люди добрые, которые мне помогают. Спасибо вам за это. Но свою невиновность действительно ещё придётся доказать. Чёрт! Хотя, сколько он уже этих отморозков убил? Можно не то, что на пожизненное сесть, а на пять пожизненное. Хотя, в принципе, самооборона, чё ж тут. Текс. Ну окей, два патрона у меня ещё есть. Так хочется в телек херануть. Ну ладно, не буду. Хотя ж могу так сделать. Не, так не прокатывает. Похер. Херня вопрос. Или говно вопрос, как правильно. Так, мне кажется, сюда, да? Никого. Никого. Да ладно. Дробовичок вообще вещь. Просто охренительная вещь. Вон ещё и аптечка, блин. Живём, мужики, живём. Нормально так живём. Ну, Вася, сяди сюда, давай. Ёперный театр, у него пушка. Поздняк метаться, братан. Ещё один выстрел. Надеюсь, двое на меня не нападут. Потому что, если одного я даже вынесу, то во втором уже ничего не смогу. А, нет, ну приклад, приклад у меня ещё есть. Ребятки, не забываем об этом. Ващ-пи, ващ-пи, не забываем. Мы сейчас, кстати, ещё и за пистолетом вернёмся. Так. Думаю, да, думаю, за пистолетом мы... Какая-то тут кувалда такая жёсткая. Чё-то я не пойму. А куда? А-а-а... Ёперный театр. Не-не-не-не, дробовичок. Дробовичок, наше всё. Хер это телевизоры там скидываешь с пола. Вот так бы всегда. Сука. Всё, родная. Драмы больше нет. Нет больше драмы. Чё-то мне уж в подло за пистолетом идти. Пойдёмте, наверное, так. Пофиг, прорвёмся, ребят. А-а-а, здесь... Здесь как раз так вот этот долбанный молоток нужен. И без него я не смогу. Чё сделать... Хотел сказать, вот он молоточек. Да хер там, это не молоточек, блядь. Слушайте, а где ж молоточек? Я чётко его помню. Нет, это тоска. Это не то, это лестница вниз. Короче, пошлите назад. Наверное... А, ну вот он. Охренеть, вот это кувалда. Добренькая такая, добротная кувалдочка. Так, а тут у нас чё? Не, здесь я, походу, был. Ну ладно. Было хорошо. Охренеть, в мусорке рука торчит. Хе-хе-хе. Офигеть. Сейчас рукой будем херачиться. Так, я, наверное, трубу возьму. Оптимально, хотя сказать, цена-качество. Скорость и ущерб. В данном случае именно это оптимально. Скорость и ущерб. Драмы больше нет. Драмы ни хера уже нет. Говорит Томас. Итан, это Ван Хор. Как ты вообще узнал этот номер? Я знаю многое о тебе, Итан. С тех пор, как твой отец умер, я наблюдал за тобой. Я надеялся, что ты раскроешь свой потенциал. Мой потенциал? Да, ты стал потрясающим следователем. Не только благодаря тренировке и удаче, но и инстинкту. Ты скоро поймешь, что можешь видеть намного больше, чем думаешь. С помощью инстинктов. Это дар. Возможно, не от Бога. Помни, они могут помочь тебе и другим. И снова мне нужно идти. Будь осторожен. Следи за собой, будь осторожен. Это точно. Ну, это тут место присеста. Так, это что, вокзал, что ли, или что это? Так, опять надо что-то расследовать. Ну, окей. А, ну тут опять надо запах искать, долбанный. Запах прогнивших голубей уже, блядь, лежащих тут по углам везде. Так. Гаденыш идет сюда, ладно. Слышь, гаденыш, ходи сюда. Да иди ты сюда, придурок, блин. Хватит там вот это бегать. Хуй тебе! Да тихо ты. Вот и все. А ты боялся, родная. Оказывается, все произошло очень даже быстро. Так, ладно. О, тут уже... А, ну вон он, это дерьмо валяется. Нет, это все-таки... А, нет, это все-таки то дерьмо. Это то дерьмо, которое дерьмо. Короче, это тот голубь. Это был он самый. Он самый тот голубь, которого мы искали. Ладно. Так, слышь, ты, родной, на балконе. Ну, уже... Опачки, исчез. Слушайте, как он так быстро исчез, ты, а? Ну, блин, ладно. Ты прям, ты прям такой крутой, да, пацан? Ты прям такой вообще красавчик, я смотрел. Пацаны, вообще, ребята. Пацаны, вообще, ребята, ребята, пацаны. Ты что-то грустно такое, а? Дышь. Вдобавочку тебе. Так. Интересно, сколько их тут, этих отморозков? Я, конечно, на память уже не помню, но... Их тут прилично. На самом-то деле. Игрушка по атмосфере просто бомбячая, ребят. Просто бомбячая. Кто не играл, ну, не то, что советую, а вот прям сейчас, вот, бросайте все, вот, закрывайте это видео, нахрен. Вот, честно. Даже так, да. Просто вот, садитесь и просто играйте. Потому что, блин, пока сам не испытаешь, да... Вот эту атмосферу ощутить можно только самому. Только самому. Вот, многие, конечно, сейчас зададут вопросом, нахера ты тогда все это снимаешь, если... Если, короче, ты советуешь людям самим проходить. Ребят, я вам так скажу. Я всегда всем советую самим проходить все игры. Абсолютно все, любые моды, игры, неважно. А снимаю я для того, чтобы поделиться именно своим мнением, своими впечатлениями о той или иной игре. То есть, когда я снимаю видео, я рассчитываю, что зритель тоже так же, как и я, играл в эту игрушку, да, в которую я прохожу. Вот. И я могу рассказать, допустим, какое-то свое впечатление об игре, да, что мне понравилось, что мне не понравилось. Вот. И, соответственно, зритель, увидев это прохождение, вот, может быть, мое мнение сравнить со своим. С чем-то согласиться, с чем-то не согласиться. Вот. То есть, все познается в сравнении, да. Есть такая поговорка, вот как раз в этом и есть смысл того, что, в принципе, люди, такие, как я, выкладывают летсплеи на свои каналы, комментируют их, комментируют происходящее, ну, и в целом проходят, игры проходят вот. Под свои комментарии, под свои эмоции, так сказать, и под свое мнение. которое, естественно, может не совпадать с мнением зрителя. Ну, опять же, повторюсь, все познается в сравнении. Для этого мы и проходим игры именно на ютубчике. Так, ладно. Это уже дальше пошла философия. А мне нужен молоток. Мне нужна кувалда. Мне нужна кувалда. А где ж ее, падлу, взять? Че ты такой шустрый, пацан? Больно тебе? О, молодцы. Ах ты, падла, блядь, я ж поставил блок, сука. Ах ты, мать твою. Вот это было жестко. Слушайте, ну, блин, я никак не ожидал, что эта тварь будет такая резкая. Какие они, блин, резкие. Ну, не, ну, мы-то играем на харде, понятно, поэтому... Поэтому даже на харде здесь... Не то, что даже на харде, а, в принципе, на харде здесь могут вынести при полном здоровье. Да, ребят, при полном здоровье могут вынести... Могут вынести с одного... Действительно, с одного удара. Так, эта кровь, это не то, а вот это уже то. Да, бляха-муха. Ну, то ж, это дерьмо. Так. Ладно, походу, это не это дерьмо. Так, сучонок там какой-то лазит. Здесь кувалда нужна. Так, давайте, короче, сейчас вот этих вот карточков... Бляха-мух. это такое своего рода видимо добивание да так хорошо с этими тварями мы разобрались я сейчас хочу немножечко вернуться что-то я не поняла мне чё блять а мне вернуться не дают а почему вот это вот не очень-то плохо там была птичка сейчас ее взять не могу у меня же с ней практически нету ваш пенит у ваш пи почти на эту ладно хоть скулить прорвемся замок нахер сама вот пожалуйста все таки все таки мне лечилку дали хорошо все таки я все таки я еще стоп кувалду поменяю на трубу кувалда чересчур медленная ребят я ничего не смогу сделать так ярко-зеленым они подсвечены ярко-зеленым я ничего не могу с ними сделать она это типа как следы да это следы которые ведут куда ведут куда-то сюда хер пойми куда тут вообще топорик требуется так идите по следу проявителя с 41 да я уже понял что мне поэтому грёбаному следу чё тут кто-то не ну тут везде требуется топорик нормально вот эта труба самая то что надо еще лечилка хоть тут как сейф не убрали хотя это хоррор ребят может быть здесь как раз таки и следовало для усиления напряжения а так мне вообще суда вниз прыгать да так а тут у нас что а тут целый склад долбанных аптечек ой слышь ты чё такое вась падла все таки один раз он меня да не один раз а несколько раз тварю дарил ну ладно морозов тварина такая тоже немножко жизни забрал ну ничё прорвемся так топорик топорик да топорик мне нужен пару дверей я помню там были ух ты блять нет все таки тогда я ребятки возьму пока трубу так это тёлка охереть у неё озвучка конечно базара нет мне кажется оригинальная озвучка была бы такая пожёстче вот мы сейчас тем временем топориком попробуем расхерачить вот это дело и что тут у нас у нас здесь рычажок торговли топор выносит с одного раза это хорошо вторая дверь которая по моему в принципе идет насквозь я включил элеватор power box короче я включил питание к лифту а лифт а вот он лифт а я понял ну я понял ну что тогда на этой оптимистичной ноте мы пойдем к лифту сейчас ребята какая-то пора уберу потому что он настолько медленный что меня загасят в любую секунду я возьму вот эту трубу хотя нет вру трубу я брать не буду я возьму вот это вот это она вроде по скорости норм и по нанесению ущерба тоже ну нормально нормально особенно когда вот этой красной ручкой за защиту цепляешь и тянешь прям так с силой знаете прям эффект хороший ха-ха-ха-ха вот как то так да ну че погнали я не знаю куда мы едем ребята куда то мы сейчас поедем куда то мы обязательно приедем куда то мы обязательно приедем так ну и какие то мы опять фороны долбаные Вороны, вороны О, птичечка, надо запомнить Сейчас я вернусь за ней Ты чё такой дерзкий, пацан? Ладно, ничего Так, 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 ага Ну, здесь перекрыто, понятно Ах ты, тварь Блядь, как я его не увидел, а? Сука Задил меня всё-таки, а? Где второй? Давай, давай, ищи, ищи, родной Не успеешь Я тебе отвечаю, не успеешь Не, ломик чересчур медленно Против лома, конечно, нет приёма Ха-ха, это понятно Монтировка наша, всё Мы, вот кто, кто Блядь, пиздец, он с дробовиком Тварь Мы знаем, как обращаться с монтировкой Так, у меня, естественно, огнестрела нет Поэтому Придётся с ним как-то искать общий язык Сколько же у тебя патронов, пацан? Скажи-ка мне Вот, мне интересно, какого хуя Извините за выражение, ребят Но у меня другого нет Он у меня попадает сквозь столб Минус балл Разработчика минус балл Ну как-то Как он, блядь, меня сквозь столб попадает Сквозь столб Сука Ну как? Такого же не может быть Не может Такого в принципе не может быть Чё-то я стормозил, ребят Давайте на загрузимся ещё Чёрт Да давай ты уже Умница, молодец Так Так Минус один Иди, иди сюда, родная Минус два Так И сейчас наш красавчик с дробовичком Блядь, всё-таки вынес тварь, а Сука Сука Ладно Разберёмся Так, теперь наш красавчик Всё-таки я чувствую, что лобик надо взять Ты перезаряжаешь, родная Мой хороший Сука Блядь На хера я за ним побежал, ребят, вы не знаете Ну зачем, ну зачем, сука Ну убежала, ну хер с ним, тварина пусть бежит Нет, блядь, я вот это вот Стал изобретать Да Это вам, ребятки, не фир Здесь Короче, здесь немножечко посерьёзнее Такая тема Так, ладно, надо брать свою трубу Да не переживай, тоже Так, где наш красавчик с дробовичком Стой, 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 да стой ты О, наконец-то Пять зарядов Отлично Вот теперь я согласен Вот теперь это то, что надо Тробовичок нам поможет Так Мальчик делать, ну понятно Мужской, женский сортир Ага, тут кувалда лежит Будем Имейте в виду, так сказать Тоже тут кувалда лежит А здесь что у нас лежит Здесь нихера не лежит Так, идите по следу Обратно по следу Блядь, ну понятно Мне-то сюда идти И мне больше некуда идти Закрытал Эй, Вася Ты сука Блядь Напугал Базара нет Красавчик Скример такой получился Небольшой Небольшая Кат-сцена Так, этот тварь Короче, забаррикадировал Мне-то интересно А что мешает Главному герою Тоже подвинуть ящик Так же, как эта тварина Которая там Странно как-то, да Ну, блядь Ну, подвинь-то его тоже И все И в чего What the fucking problem Как говорится Ну, видимо, да Разработчики отвечали На мой вопрос Что-то мне Первый раз показалось Что его Все-таки Подвинуть нельзя Но все-таки Можно Это хорошо Так, аптечечка Которая даже Мне не нужна Ни хрена себе Ребятки, живем Что-то он Отпечаток руки Отпечатки лучше Они совпадают С теми, которые Ты нашел раньше Но у меня По ним ничего нет Местная полиция Вбр Анб База данных Патриот Интерпол Никаких записей Я продолжу искать Ну, давай Ищи, красавица Ищи, ищи Так, что у нас дальше Обыщите потайные комнаты В поисках улик Вот интересно Есть задание Есть задача Блять В чем отличие Найдите Фотолабораторию фотографа Нашел Вот она Вот она Эта сраная Фотолаборатория Так, стоянба А Ну, ладно Тут, по-моему Если я не ошибаюсь Еще один Проход был Да, вот еще А, ну вот Еще проявочное У него здесь Фотки Всякая Срань Так А че мне Я извиняюсь Надо сфоткать Вот эти вот Короче Все фотографии Да Обрабатываю изображение Интересно Начальное сканирование Показывает 18 газетных вырезок 11 из нашего вечернего издания 7 из соседних газетных сообществ Все на одну тему Серийные убийцы Большинство из них различны Но это все дела Над которыми ты работал Некоторые помечены Чуным фломастером Все еще провожу Частотный анализ пометок Чтобы понять Что они означают Ну ладно Пока Короче Проводи Анализ А я С красавчиками Разберусь Удивительно Конечно Здесь Фонарик Без батареек Так Здесь закрыто Короче Ладно Идем назад Тварь Как ты хочешь уберечь Бедолага Вырвала пацана А этот тварь Все таки живой Вы следите Подозреваемого Прекрасно Нашего пацана Вывернуло Можно сказать Наизнанку А мы еще Эту тварину Должны выслеживать Ну ладно Так Нет Здесь все таки Закрыто Так Нашего пацана так мы идем вроде правильно аптечки мне пока не нужны три заряда у меня еще есть very 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 good так сюда голубь так это наш красавчик короче побежал за но беги-беги у тебя все равно достанем тэйкс два патрона два патрона два патрона еще у меня что там за дерьмо происходит мать твою сколько ворон чем это значило непонятно конечно так этого отморозка мы помним так мне сказали вы следить подозреваемого то есть по идее мне вот сюда да так пройдите через дверь чтобы завершить главу окей что ребят вот очередная глава поэтому встречаемся в третьей части нашего прохождения ну и в третьей главе соответственно статистику вы все видите на экране я ее естественно зачитывать не буду смысл в этом не вижу никакого наша цель основная пройти игру и получить от нее удовольствие вот и все на статистику мне наплевать короче идем дальше